Идут между родителем и споры. Стоит ли приучать родителей к электронным книгам или все-таки только к бумажным книгам? На ваш взгляд, есть ли какая-то разница, как ребенок читает? Лишь бы читал. Вообще, я, конечно, сторонник бумажных книг, потому что в них есть определенный, как говорится, шарм. Есть ощущение какое-то отцов. Бумажная книга, она существует не одну тысячу лет. Это уже приобретение человеческой цивилизации. И прекрасно, когда ты берешь книгу и чувствуешь ее запах, листаешь, она живет рядом с тобой, можешь куда-то забрать. У меня есть такой читатель от Карелия, Ярик Чирпсов, он мне несколько лет написал. Вот так, короче, прибегаешь домой, докатался на лыжах зимой, садишься в горячей печке, открываешь книгу, и вот она с тобой живет. Но с другой стороны, сейчас, особенно, когда создание книг дело трудное, мне кажется, пусть считают любые книги. Я совсем не возражаю, когда энтузиасты выпускают мои электронные книги те же, та сторона, и эти, и очень ясно, и все. В конце концов, это где-то близко одно к другому. Включаешь, на экране возникают страницы, ты сидишь. Главное, чтобы читали. А вы дружите с интернетом? Что? С интернетом вы дружите? Я не могу сказать, что я дружу. Когда дружишь, испытываешь какие-то теплые чувства. Но я благодарен интернету за то, что он есть, и что он приносит массу информации, помогая ему как-то быть в курсе событий. А вам не сложно писать о современных детях, которые в компьютерные игры играют, владеют разными новыми устройствами? Ну, ничего сложного. Они же у меня на глазах. Дети бы и играли, и играют сейчас. И друзья, ребята. Я просто не акцентирую на этом. Как-то внимание читателей. Вот у меня один из последних романов называется «Топорята». Может, попадал кому-то? Вот. Подал, да? Ну вот. И там мальчик, восьми лет, научился читать благодаря тому, что его взрослый товарищ, там, дворник, собственно говоря, подарил, ну, как это называется, прибор-то, на ладошке. Мэшку. А по-русски? Читал. Читал. Ну вот. И он начал читать, и приохотился, и потом уже перешел на книги. Главное, чтобы читали. Вопрос. Откуда у дворника читалка? Сейчас, секундочку, пожалуйста. Откуда у дворника читалка? Что у дворника? Дворник был заученик института, по-моему, всего, физического. Он был еще на таком всяких таинственных пространствах. Он был не просто дворник. Скорее, он притворялся дворником. Девочка с микрофоном. Пожалуйста, я. А вот повесть «Ночь большого прилива», все приключения, которые происходили с мальчиками, это сон им был или это реальность? Ну, там не может быть полностью реальность, потому что «Ночь большого прилива» там и фантастическое пространство, и колдовство, и магия, и так далее. Но характеры, которые там описаны, они вполне правдивы. Я знал ребят с такими характерами, готовы прийти друзьям на помощь, выручить их всегда. То есть можно сказать, что по характеру это реально. Пожалуйста. А вы как пишете, ручкой, на компьютере текст набираете или на печатной машинке? Я всегда писал ручкой, чаще даже карандашом. До одного момента. Я писал повесть «Мальчик девочку искал», может попадало к вам. «Мальчик девочку искал», и у меня развалилась рука, и что-то, ручка разворотлилась. Я говорю, дайте я продолжу на компьютере. До этого я на компьютере писал только письма и статейки. Иначе писать увлекся и дописал до конца. И после этого стал писать на компьютере, потому что это удобно. В разных отношениях. Например, не надо потом перепечатывать. Все уже готово. Можно править и редактировать тут же на мониторе. Раньше я как написал, карандашом ребятчиком, печатаясь на машинке. Потом вычитываясь, потом судоваясь. А тут в три раза быстрее. И, конечно, со временем понравилось. Мне кажется, что принципиальной разницы нет. На компьютере или карандашом, или на пишущей машинке. Когда увлекаюсь этим содержанием и начинаешь стычать на клавиатуре, кажется, что ручка, что карандаш, что клавиатура одно и то.